Приветствую вас, мои дорогие друзья! Я Адонис, и мы продолжаем проходить мрачный Колесо Протокол с великолепной российской озвучкой. Пока что игра очень радует, в первую очередь своей атмосферой и графикой. Ну и сюжет такой затягивающий. В принципе, стандартно проник вирус на планету в тюрьму, что тоже интересно, и начинает постепенно развиваться. Откуда взялся вирус? Какие люди за этим или организации стоят, мы узнаем позже. Но обыграно все очень классно. То есть общая-то канва такая довольно стандартная, но обыгрывается прекрасно. Это хоррор, тут именно в деталях для меня, по крайней мере, весь вкус. А детали тут прекрасные. Да и в принципе сюжет пока что интригует, нормально. Очередная сценка со злодеем была, возможно самый главный будет злодей, посмотрим. Пока ему очень много внимания уделялось. И с самого начала, когда он говорил мой мир, там что-то такое. Нехорошие это были слова. Наш герой сказал, что он погиб. Ну уж нет. Никак он не мог погибнуть. В худшем случае он мутантом станет, зомби. Это дезинфекция, я так понимаю, да? Текстуры, посмотрите какие. Графически игра великолепна. Высшая оценка. Ну узкие помещения позволяют выжимать все из картинки. Но тем не менее. Кайф. А, это наши лица. Лицо нашего персонажа. Посмотрите. Типа найти и ликвидировать. Sick and Destroy. Я что-то там слышал про эту игру, плохо говорили. Пока что не представляю за что. Все за что можно любить хоррор. И пока что тут на десятку сделано. Даже лучше впечатлений, чем от деда на спайсах. Как написано U? Что за букву вторая? UDC, наверное. United... Юпитер. А, J. Объединенная юпитерная компания. Мы в глубинах его спутника находимся. Последствия. Все события, решения имеют свои последствия. Хочешь вызов? Офицеры UGC нуждаются в тебе. То есть так сюда зазывали? Вызов, типа. Да, вызов непростой. Тяжело в таком месте жить. Необходимость делать то, что требуется. Принимать сложные решения. Как новый начальник, я сделаю то, что необходимо... Для вас. Для этого учреждения. Для всего человечества и его блага. Вообще странная тюрьма. Тюрьма должна перевоспитывать. Ну, в идеале. Кого она тут перевоспитает? Она тут психами сделает людей. Сумасшедшими. По-моему, сюда отправляют уже навсегда. До конца. Еще и охрану и персонал сумасшедшими сделают. А неинтересно, без семей сюда прилетали охранники? Блин, пропустил, что было написано. Путепровод. Д-503. Внимание, опасность. Стойте вне рейлингов. Робот. Но опять же, посмотрите, какие картинки, какие сцены. В этом плане это одна из самых крутых игр. Художники постарались, но на славу. И свой поклонник подобного искусства. Кто? Обезврежен кто-то? У него рук нет. Какая прелесть. Блин, подумай, что я псих. Просто я фанат таких хорроров. Ах ты ж, скотина! Я тут в смысле собираюсь? А он нападает. Кстати, жизни мало осталось. Да, я хотел сказать, что я фанат такого именно в играх. То есть, даже если фильм, то там это не все так круто. Там как-то все более жестоко. А тут именно графика красиво выглядит. Я именно вот этого фанат. Надо вколоть чего-нибудь хорошего. Что там у нас имеется. У нас, кстати, до сих пор еще магазинов не было. Но этот ублюдок меня хорошо подловил. Настоящая резня. Всюду трупы бесконечности. Ужасно. Ну, про любовь этих разработчиков к отрубанию конечностей я уже говорил. Вспомните Dead Space. Возможно, дальше у нас подобное оружие появится. Интересные штуки. Какую функцию выполняет? Какой-нибудь размагничивание? Что-нибудь типа того. Как он его ловко размажил? Чувак не промах. Это их задержит? Уж надеюсь. Что это за твари? Да похуй. Давай, надо выбираться. У тебя вроде план был. Сюда. Сейчас покурим план мой. Кругом-таки мастерские. Они прямо заманивают. Возможно, в каком-то этапе производства игры это были мастерские, где можно было что-то улучшать. Вот это, дорогой, дед. Уууу. Первый пистолет. Распечатай новое оружие. А я пока войду в систему. Там курок прямо посередине ствола было. Как он электричеством стреляет, что ли? 6,5 рот. Также изуродован. Та же моделька, я так понимаю. Рука. А как целиться? Как оружие менять вообще? Ай, блин. Ну ладно. Не лишнее. А, или это он мне лекарство дал? Пистолета я не вижу. Наверное, лекарство дал-то. Лекарственный пистолет. Нет. Боеприпасы для однозарядного пистолета. Как его выбрать-то? Ладно, дальше разберемся. Устройство работает. Пистолет Б1-55. Однозарядный пистолет. Вот как? Купить. Подождите. А, это основание было. Понятно. Здоровые. Прямо магнум такой. Ядрить. Красота. Я думал, ему были там. Он может слегка поджарить мозг. Ничего, привыкнешь. Слегка. Ты правда все тут знаешь. Да, я тут давно. Ладно, что дальше? Изолятор? Просто ворвемся туда? Хорошо бы, но нет. Придется попотеть, братан. Я тут давно и заслужил некоторые привилегии. А у тебя их нет. Так что пойдешь другим путем, а я буду направлять тебя. Смотри без кидалова. Не ссы. Пилотов-то больше нет. Боюсь, что нет. Ну что, придется пока доверяться этому чуваку. Вариантов нету. Почему бы и нет? Я думаю, это кресло супер неудобное. Прямо жесть. Спиноломное. Там 10 минут посидеть нельзя. Стратегическая система прицеливания. Ищите индикатор быстрого выстрела на враге после завершения рукопашного комбо. Это как? Нажмите, удерживайте правую кнопку мыши. Затем быстро нажмите левую кнопку мыши, чтобы автоматически... Автоматически зафиксировать прицел на враге. А как автоматически зафиксировать прицел на ублюдке, который эту механику в игру ввел? Смысл игр, что ты сам целишься. В этом удовольствие. Это все равно вас с девушкой знакомят и говорят, вот смотрите, мы будем дружить с этой девушкой, а вы будете смотреть со стороны. Ну я сам хочу. Нет, не надо. За вас прицел мы наведем, за вас все закрепим, понимаете? Я теперь понимаю, за что эту игру могут не любить. Если тут настолько все отвратительно. Но посмотрим, может без этого можно. Вот вроде прицел, все в порядке. Да уж кайф, вцелиться в этом смысле выигр вообще. Ах ты какой красавец! С тентаками изо рта. Сталкер такой, по-моему, был и побежал, смотри какой. И этот стал таким же, да? Ах ты ж, зараза! А тут как, не в голову надо? А он без головы жить будет? Ну вроде можно без этого дебильного автоприцеливания. Это ж надо такое придумать. Ну и почти система зомби. Заражение, вирус, все дела. Так, я забыл, тут надо же врагов ногой бить. Выскочила из головы. Ну суть, прицеливание все четкое, как положено. Все нормально. Зря я ругался. Да, точно. Яйцо это поганое раздавили. Нам ничего не бывает? В этих коконах. Ну это ублюдки. Там небось яйцехваты вырастают. Лифт. Звук, кстати, хороший, плотный был. Ключо ушиб. Провляется так. Очень хороший звук. Ох, кажется, это игра. Светы и тени. Тут уже слишком резкая. Так это паралича довести можно. Я помню, а по ногам. Ой, это и ошибся. Это из-за света. Нет, я не буду этой гадостью пользоваться. А он сам выстрелил. Ну зачем такую гадость вводить? А на геймпаде как сложно, понимаете? Человек пьяный, лег на кровать. Закрыл глаза. Ему тоже хочется играть. Правильно. Для них мы делаем автоприцеливание. Мы не будем учить идиотов. Мы будем подстраиваться. Понимаете? Все можно прямо отрывать. Если идиот платит деньги, то он хороший член общества. Есть деньги? Запечатай барахло. Ну, джир это все, что угодно может быть. Есть деньги, значит ты ценный член общества. Будем под тебя подстраиваться. Ну сейчас в школах даже так же. Не учить детей, а подстраиваться. Ребенок всегда прав. Не хочет учиться? Пускай не учится. Хочет на уроках в телефоне сидеть? Пускай сидит. Ну ладно, это уже. Лучшая защита. Это лучшая защита. Хе-хе-хе-хе. А-2 блок. А тут будет A1 блок? Помните такой канал? Обалденный музыкальный. Как жаль, что он пропал. Самый лучший канал был музыкальный из всех, что я знал когда-либо. Ох, ты скотина. Он еще и блюет. Ну. Ну все. А как тут выворачиваться? Нет, я не буду это делать. Откуда прицел был? У меня-то пуль нету. Так, а как на расстоянии отскакивать, когда вот он издали блюет? А, на шифте, наверное, вот так вот. Угу. О, звуки. Это что такое? What the fuck? А, у меня есть еще пульки, я понял. Мы отсюда поднялись, да? Это, возможно, взрывается. Ух ты, патрончики. Неплохо. Кто-то нас там пугает так. Ублюдок. А это, видимо, уже комнаты персонала, да? Или, нет, это, наверное, камеры. Да, это камеры. Потому что за решеткой. Но такие нормальные. Мы вроде идем в помещение строгого режима, не? Мы внизу были, где там вообще содержали в клетках людей. Это типа не строгая была? Я тогда так понял, что там были самые строгие места. Так, а там еще проход был. Значит, вернемся сейчас. Тут вполне нормально плацкарт такой. Хе-хе-хе. Еще если кто-то снизу сидит, качает кровать и... Чу-чу-чу-чу-чу. Чу-чу-чу-чу. Делает-то вполне нормально. А еще кто-то рядом с кустиками пробегает. Типа поезд едет. Ух ты, что это за оранжевая хрень в воздухе? Огонь как будто... А, это отражение. RTX. Вот он. Великий, ужасный. О-о-о, разбил стеклышко ты, смотри-ка. Неплохо. Не поделишься ничем? Главное, голову разбил ему, офигеть. Ну, а здоровье. Это интерфейс у них такой, да? Типа компьютеры, мониторы будущего. Ага, и тут проход. Или нет? Не. Завалили. По идее, если это ответвление, то должна быть какая-то запись. Так сказать, награда. Когда на огонь смотришь, такое ощущение, что FPS падает. Не знаю, вам заметно или нет, но вот он, огонь, явно в низком FPS почему-то. Типа это предварительно записанная анимация, да? Такая спрайтовая, что ли? И вот она в низком FPS. Так себе смотрится. Хреновый огонь. Самое слабое место в игре. Ну, вообще, ну, явно видно вот. Вот здесь вот этот огонь. Он потух. Слушайте, я наведением пистолета потушил. О, как. Слушайте, классно, как я могу тушить огонь на расстоянии. Вау. Не везде срабатывает. Ладно, короче, вот огонь хреновенький. Опять кровища с танки. И оно уползло туда, утащило, видимо, кого-то. Робот. Не, это основной путь. Пойдем-ка мы назад. Тут я для вас подрежу. Вот. Вот это, наверное, ответвление. Сейчас посмотрим. Ой-ой-ой-ой-ой. Нихрена себе ответвление какое. Большое. Так, что это за хрень? Блин. Поджилки-то затряслись. Миссинг инмейт. Инмейт это содержимый, типа, ну, какое. Заключенные вот. Ух ты, очень красиво. Ну, разве такое можно не любить? Посмотрите. Такая нагнетающая музыка. Явно что-то должно произойти. С той стороны подойти. Ну, окей. Ух ты, зараза! Давай! Скотина! Что, мне придется нажимать кнопки? Ну, это отвратительно. Хорош. И мозг вылетел на голова пробел и сова, как будто бы в конце. Звуки эти. Плохое место. Плохое. Видимо, вот эта награда нам. Для того, что мы осмелились прийти сюда. Ну-ка. Что же тут будет? Боеприпасы? Инвентарь заполнен. Ого. Ну-ка. Преобразователь. А, слушайте, я, наверное, мог продать там сзади. Я не подумал. Вот я... Нехороший человек. Ай-яй-яй-яй-яй. Shame on me. Shame. Осуждаю себя. Восстанавливающая инъекция. Давайте вколем тогда. Ну-о-о. Чтоб похорошело. Но оно хорошо. Одинаковые, да? Ну вот один оставим. К сожалению. Мир жесток и суров. Ух ты. И путь обратно будет не таким же. Это красивый левел дизайн. Я такое люблю. Когда возвращаемся другим путем. Так, пистолет надо перезарядить. Заключенные, держи пистолет заряженным. Вот местное правило. У заключенного не должно быть пистолета. Но тут особые условия. Хе-хе-хе. Ну вот. Где это мы вышли? Ну, рядышком. Закольцевание получилось. Ну, хороший, красивый левел дизайн. Вот за исключением момента с автоприцеливанием во время боя. Может, я много шума из-за этого делал? Пока что игра великолепна. Так, а мы тут не разбивали разве? Я тут разбивал стекло. Я не загружался вообще-то. Это интересно. То есть мы далеко ушли. И оно перезагрузилось. Хе-хе. Своего рода оптимизация такая. Ну что, обратно? Мы уже тут встречали чувака. А не он ли к нам туда вниз прибежал? Так, робот. Робот. А, можно двигаться. Он не видит нас, да? А если эти ублюдки побегут на нас, робот защитит? Ну, то есть нападет на них. Защищать-то он никого не собирается. Блин, тоже красивые эффекты. Прекрасные. Ну, я так понимаю, это четвертый анрил. Просто очень хорошо. Выжжатые. Зараза. Требуется ремонт. Давай, рыбаком, защити меня. А, или это я не из-за него. Из-за них двигаюсь медленно. Я понял. Их можно аккуратненько огулять сзади. Ой, он пройдет, сейчас увидит меня, да? Блин, плохо получилось. Не просчитал его путь. Ах ты, скотина. Ах ты, скотина. Вот так. Финишим. Блин, на альп нажал. В некоторых играх отскакивание. От привычек тяжело избавиться. О, кредитики. Здоровье. А, можно чисто здоровье поднимать. Как деньги, интересно. Не, робот этот ничего не сделает. Ты неправильно понял. Ага, заперто. Не получается открыть. Нужны проводоступ охраны. Обыщи трупы охранников поблизости. Так, вот там был труп. Я помню. Использую заточку, чтобы вырвать имплант. Что? Выбора нет. Только так можно открыть дверь. Да ладно, ты до этого крушил ногами все движущиеся, лежачие. Так было нужно. Это место сильно меняет людей. Он творил вещи и похуже до этого. У меня не было выбора. Заключенные играми от блог пришлось запереть дверь. Кто-нибудь слышит? Да, офисер Джейн. Начальник колл? Где вы? В своей вышке. Наблюдаю. Что? Почему? Что происходит? Это конец долгого пути. Ну да, если он какой-то сумасшедший. Слушайте, мне нравится сюжет и все, тут атмосфера. И записки зачитаны, еще плюс на русском языке. Ну, восхитительно. Вот о чем еще можно мечтать? Игра для удовольствия, такой кайф. Фильмы мне уже такое удовольствие не приносят. Раньше я такие же эмоции получал, сейчас нет. Сейчас игры гораздо для меня круче. Шикарно же. То ли фильмы хуже снимать стали. Не, ну скорее всего просто у меня отношение поменялось. Я просто увидел эти игры. Игры обогнали. Дают больше, чем фильмы. Ну, обалденно было. Историю последнюю. Полицейского узнали. Так какая-то мастерская, переодевалка. Картотека. 273 дня с последнего инцидента. Нифига себе. Ну, вообще не так уж и много. Меньше года. То есть время от времени что-то происходило. И цветочки завяли. Ай-яй-яй, как же так. Автоматика не сработала. Тут ничего даже и нету. Пустая комната. Это странно. В любой комнате, по логике, что-то должно быть. Не, ну дизайн локаций. Просто потрясающе, знаете. Очень вкусные. Вылизанные. Над каждой комнаткой, коридором они работали. Возможно, дальше слабее будет. Ухтыж. Какой свет был, да? Так, это что там за звуки такие? Блок Би-1. Да смотри, шмыга. Мое колечко. Колечко дай. Начальник, шмотки верни. Дай срам прикрыть. Ухты. Мешки. С чем? С людьми? Зачем эти мешки вообще? С трупами типа? Машинный зал С2. Ах ты ж, тварь такая! Не, ну ты конец же самому целиться, вот согласитесь. Я не стрелял. Это был удар иному. Принципиально не буду, пока это возможно. Не, с таких не выпадает, что логично. Ну, пистолет, конечно, здоровый. Такое, наверное, тяжело стрелять. Хотя, может, там какая-нибудь компенсация? Хитрая отдача? Так, у нас несколько путей выходит. Какой из них основной? Какой запасной? Пойдем сюда. Налево пойдем сначала. Ремонтная мастерская. Будь в безопасности, будь на виду. Так, сохранение пошло. Ты смотри, еще живые тут есть. Убегают. Надо брать оружие и сражаться, а не бежать. Как трусы. Ух ты! Обязательно так резко звук давать? Тварь. Хорош. Кредиты. Надо бы магазинчик какой-нибудь. В том, я что-то не додумался продать лишнее. Я тогда был впечатлен пистолетом. Не до этого было, типа. Не, судя по тому, что тут заключенные побежали, и это основной путь. Маловероятно, что вот в ветвлении вот такое было. Я еще плохо эту игру знаю. Но что-то мне подсказывает. Обычное ветвление такие статичные места. Максимум там пару врагов будет. Так, тут заперто. А, могу вспереть. Вспереть? Такое есть слово? Заперто. Заперто, значит, вспереть надо. Туда убежал. Инвентарь заполнен. Жрут скоты. Чтоб вы подавились. Где это было? Чтоб вы мной подавились. Хорош. Садистское избивание. О, плохого ублюдка. Монстра. Так, ну, мы никак к нему не подойдем, поэтому остыгать. Я промазал. Вот я не знаю, как от этого уходить. Хорош. Кредиты к Холисто. Столько проходов, я прямо в растерянности. Обработка. Подгрузка локации, наверное. Мне поражает, что железо компьютерное не загружено. Процессор 33%. Видеокарты, я там не вижу цифры, но где-то 70, может. А фпс не так много. А, ну сейчас порядочно вообще, 90. Местами, я чувствую, меньше бывает. Не, ну 90 это хорошо, в принципе. Практично. Опять же, ну как красиво. Какая игра светотени. Картинки выстроены художником настоящим. Ну вот, согласитесь. Это ведь все времени, искусство требует. Понимание. Кредиты. Ты про что? Про лицехвата? Ты ж уже таких видел. Не до конца вымыли, значит. Видите, если будете плохо стирать, раньше времени открывать стиральную машинку, то тогда такие твари будут выскакивать. Стиральный монстр. Сын Майдадыра. Да, это ответвление. Так, это можно разбить, наверное. Тут много хорошего всего. О, прелесть. О, воспоминания. В смысле? Это конец был? Сейчас посмотрим. Я надеюсь, и не остановил. Все-таки прервал вскрытие. Офицер Матас был принят в черную жесть сразу после Академии. В 2312 году. Не помню, до этого год нам говорили. Хотя в первых отчетах он был отмечен как подлежащий увольнению. Его психологическая оценка оказалась подходящей для проекта и условий. Начальник тюрьмы Нортон проявила особый интерес. Так, говорят, как будто сюда отбирали людей. Мне кажется, кто пошел, тому и рады. Неужели сюда столько желающих было? На инвентарь заполненный. Больно оставлять хороший лут. Ну, тут еще что-то. Часто мне даже напомнило The Last of Us. Проверка там всяких домов. Ну, Таня. Только девочке рядом не хватает, которая бы свистела что-нибудь. Задавала интересные вопросы. Так! Ну, что такое было? Зараза. Там нет прохода. Это просто отвалилось. Ну, вот в этой игре мне пока что хочется исследовать каждый сантиметр. Это хороший знак. Ну, локации небольшие, в принципе. То есть, например, God of War. Там то же самое было. Эээ, это эти твари. Шмыги. Значит, вот сюда проход основной. Ну, тут тоже есть разветвление. Не такая еще линейная игра получается. Ну, стандартная система. То есть, есть основная линия, небольшое ответвление. Как в истории заразы, The Last of Us. Ну, в большинстве игр подобных. Я всегда теряюсь, где основной путь. Где твари туленья, боюсь что-то упустить. Ну, мы и так сюда попали. Это, видимо, дополнительный проход был. Как же мы долго ползем-то уже? Будет ли конец этому? Эти вентиляции. Фу, мозги опять. Это странно, они вроде людей едят, но так, надкусывают просто. Такое ощущение, что у них задача заразить, а не съесть. Ух ты! Это точно ответвление? Бетонные стены, судя по всему, древние уже такие. Сколько лет мы уже колонизировали этот спутник? Какого года эти постройки? Ну, видимо, лет 50 минимум. Ух, тоже красивое освещение, да? Смерть приближается. Или идет. Или кончается. По-разному можно перевести. Камень. Угу, это наверх. Пролаз. Это какое-то, по-моему, потайное место, слушайте. Очень прикольное. Символ знакомый. Где-то я его видел. Напишите, откуда этот символ. Где-то он был 100%. Ядрить, это потайная комната, тайная. Мы сейчас обретем невероятные знания, наша жизнь не будет прежней. Это будет мой последний отчет отсюда. Ремонт вышки почти завершен. А программа? Перезапущена под руководством доктора Малер. И на что вы рассчитываете? На результаты? После десятилетий ошибочных исследований. Разве вы не понимаете? Эволюция происходит не в лабораториях, а в дикой природе. Тут заседание какого-то ордена было. В масках там. Обалдеть. Похоже, кстати, не. Это символ не тот, который я думал. Но вообще он похож на... Как их, господи, вольные каменщики эти. Масоны. Вот. На масонов похоже. Они тут сидели, заседали и обсуждали свои грязные делишки. Самые главные. Четыре его помощника и там пониже. Обалютки. Вот так вот. Да, они, видимо, запланировали смерть всех этих людей. Ради своих целей поганых. Возвращенных. Ну, мне заполнено все. Так обидно. Находить все это и не мочь взять. Смотри, ну не трогай. И проход обратный, видите, другой. Это грамотно сделано. Бомба игра. Пока что топово все. И особенно с этой озвучкой. Спасибо механикам. Механик VoiceOver студия называется. Искусственный интеллект нового поколения. Пока что они так все себя проявляют. Так, ну что получается, вот это основной проход. Три ответвления было. Ничего себе. Нет, камера. Видимо, там как раз нужный нам человек. Опять руками все открывает. Любые двери. Ну, силач. Может, в конце кажется, что мы за киборгой играем. Киборг-убийца. Опять же, красиво. Я в медотеке. Иди к задней двери. Там свяжемся. Ну что ж, на этом серия заканчивается, друзья мои. Всем, кто смотрел, благодарствуют. До встречи. И оставляйте комментарии.